С чего начинается, собственно, наше знакомство с ребенком и с родителями перед тем, как мы выполняем какое-то лечение? Конечно, это всегда начинается с первичной консультации. Я провожу первичную консультацию и определяю показания к лечению во сне. И только после этого, когда показания у нас есть, но нам недостаточно, точнее нет возможности у нас взять ребенка на лечение в условиях кресла, кабинета нашего. Какие здесь у нас могут быть проблемы и причины? Это маленький возраст ребенка. То есть ребенок с нами не коммуницирует, он не контактный, он просто маленький. Это большой объем. Вроде бы ребенок контактный, например, года три, но объем такой большой, что сложно себе представить, что мы трехлетнего ребенка сможем по восемь раз лечить в кресле. Тем более с какими-то сложными манипуляциями. Пульпиты, лечение с постановкой коронок и так далее. Это дети более старшего возраста, которые также не могут лечиться в кресле по причине каких-то особенностей. И здесь мы тоже будем склоняться в сторону медикаментозного сна. И вот уже после этого, после того, как мы определили эти показания, мы подключаем доктора-анестезиолога. И задача моя, как доктора-анестезиолога, не столько допустить пациента в операционную и сделать так, чтобы доктор наш, наши коллеги-стоматологи смогли отработать поставленный диагноз, сколько более грамотно и адекватно его подготовить, в принципе, к лечению. Потому что, как уже было сказано, показания к выполнению лечения стоматологического выставляет лечащий врач, который не является доктор-стоматолог, то когда это лечение будет происходить и в каких условиях, да, и выбор анестезии, метода анестезии, это уже определяю я как специалист, который несет непосредственно ответственность за жизнь ребенка в условиях общей анестезии, вообще в условиях операционных. Как уже было сказано, да, есть определенные показания и есть определенные нюансы в выборе возраста, и не в выборе возраста, а в определении показаний к лечению в условиях общей анестезии, они все прорабатываются, в общем-то, в команде, и выбор метода анестезии, он определен с учетом патологий, которые будут лечиться, и продолжительности данного лечения, потому что мы к этому будем более плотно возвращаться в 1 августа. Вот здесь, сейчас, на данный момент, все немножко в вырезанной форме. Задача, просто определяем задачу анестезиолога, это допустить пациента в операционную для проведения лечения с наименьшими рисками для него, как, собственно, и для нас. Ну и, конечно, родители, они всегда хотят тоже познакомиться с доктором-анестезиологом, поэтому вот это вот подключение во время первичной консультации Владимира Владимировича, он такую доверительную форму определяет, и родитель может задать какие-то вопросы. Если родитель очень хочет уточнить что-то, я всегда рассказываю про наркоз общие стандартные вещи, но какие-то сложные, именно касаемо медикаментозные вопросы, здесь всегда я их оставляю Владимиру. Ну, да, большинство родителей пугаются сразу, начинают негативно воспринимать предложение лечения в условиях общей анестезии, и для того, чтобы не пугать ни родителей, ни бабушек, дедушек, а иногда они все вместе приходят. Да, иногда они приходят все вместе. Большую часть работы с пациентом себя берет, безусловно, стоматолог. Рассказывая о преимуществах, рассказывая о особенностях каких-то минимальных для лучшего лечения их пациента, безусловно, присутствие анестезиолога не всегда нужно. Лишнее лицо, лишний человек очень сильно напрягает в данном случае. Но есть вещи, которые доктор-стоматолог по определению не может рассказать, не может объяснить как врач пациенту, ввиду того, что он с этим не сталкивается, с этим не связывается в обычной своей жизни. И самая большая проблема коммуникации специалистов, это когда один специалист рассказывает и обещает те вещи, которые не может выполнить другой доктор. Уже во время либо телефонной консультации, либо по необходимости консультации очной, обычно такое происходит у детей с особенностями детей старшего возраста. Поэтому подключение анестезиолога необходимо в последнюю очередь, уже при наличии конкретных вопросов у пациентов, про конкретные действующие вещества, про особенности пробуждения, про рекомендации в посленаркозном периоде. Потому что я как специалист должен отвечать за свои действия, за свои поступки и не перекладывать ответственность на доктора-стоматолога. И доктор-стоматолог тоже должен рассказать и объяснить то, что адекватно воспринимает сама, сам, и чтобы не выглядеть, скажем так, бледно в данном случае. Почему бы нам сказали вот так вот, а вот доктор пришел и сказал вот так вот. К сожалению, это тоже как-то отталкивает пациентов. И это тот момент, который мы проработали исходно. Знакомясь по приходу на работу, сразу были все расставлены точки над ним. Мы работаем в команде, каждый несет ответственность за свою сферу влияния. Поэтому, как только анализы интерпретированы, пациенты познакомились, как только пациент познакомился с доктором-стоматологом, как только родителям было объяснено, что нужно лечение в условиях общей анестезии, как только прошли все необходимые подготовки, это анализы, исследования дополнительных специалистов, только вот тогда, чаще всего, да, и происходит консультация с доктором-анестезиологом, чтобы уже пройденный путь определенный, не сбивал, чтобы не было реверса. У пациентов сказали, а нет, вот знаете, мы вот столько всего прошли, и мы отказываемся от лечения, такое, ну, да, сейчас очень много клиник, и все они предлагают большой спектр услуг, поэтому вы должны отработать свою первичную консультацию настолько, чтобы родитель чувствовал себя уверенным, и в одном специалисте, и в другом. Если где-то здесь будут какие-то осечки, то действительно они могут передумать, там, пойти в какое-то другое место. Очень часто они приходят к вам уже начитанно и начинают вам рассказывать, что вот мы хотим только севарана, мы не хотим пропофол. Никогда не берите, Владимир Владимирович сейчас уже, да, начинает больная тема. Никогда не берите себя, ну, как доктор-стоматолог, не берите на себя эту ответственность, что вы там обещаете какой-то вид анестезии. Вы просто определяете показания, а дальше уже все такие тонкие моменты анестезиологические решайте с анестезиологом, потому что иногда такие неприятные ситуации тоже происходят. Теперь к вопросу об анализах. Мы всегда даем анализы перед лечением во сне. Это классические анализы, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, время свертывания. Рекомендуем, чтобы забор был осуществлен из вены, хотя вы, Владимир Владимирович, уже разрешаетесь пальцем? Бывают случаи, когда, особенно у маленьких детей, у ухлых детей нет возможности катетеризации периферической, функции периферической вены, и в связи с этим есть определенные показатели, которые можно взять из периферической крови, из пальца. Тут по поводу анализов вообще можно рассказывать очень долго, и это тема действительно отдельного доклада, или даже целой конференции. Анализы, которые представлены у вас на слайде, это тот диагностический минимум, который необходим для оценки состояния здоровья ребенка, ну и в принципе человек. Чаще всего мы работаем с детьми здоровыми, сейчас пациенты наши здоровы, единственная их проблема – это проблема стоматологического профиля. И если вот посмотреть, все, что здесь указано, это анализы, которые позволяют в той или иной степени оценить степень здоровья общего соматического пациента. Насчет ЭКГ ситуации… Да, главный вопрос. Да, по поводу ЭКГ. Рекомендации для в массах не указано, да, электрокардиография. Это связано вот чаще всего с чем. К год в поликлинике у педиатра кардиограмма должна быть снята у ребенка. Это как бы стандарт протокол для дистанциализации для деток. Если у ребенка в полтора года есть какие-то кардиологические проблемы, это первое, о чем скажет мама или папа, или бабушка, или дедушка на приеме у стоматолога. Это первое, что скажут родственники пациента, когда я с ними буду созваниваться или когда мы будем их очень сплочно консультировать. Поэтому чаще всего кардиограмма снимается не столько по требованию меня, как анестезиолога, а сколько для успокоения родителей. Что касается рекомендаций. Бывают такие моменты, да, вот нам нужно… Ну, а нужно ли нам снять ЭКГ? Задают родители. Вопрос. Конечно, для оценки состояния, безусловно, важно. Но есть нюанс. Дважды проходили такие пациенты за полтора года, когда объясняешь родителям, ну, вы снимите кардиограмму. Безусловно, это важно. Это оценка состояния здоровья вашего ребенка. Вы об этом никогда, с этим никогда не сталкивались, с этим никогда не связывались. Ваш педиатр не рекомендовал, он слышал какие-то шумы. Но шумы и кардиография – это отдельные темы. А в сердце… Но при этом предупреждаешь. Ребенок активный, бегает, прыгает. То есть, предпосылок к проблем с сердцем нет. Вы его положите полторагодовалого на стол, на ему наклеят в холодные липучки, будут крики, оры, кардиограмма будет неинформативна. И с этой неинформативной кардиограммой вы пойдете к кардиологу, и лечение, которое нужно сделать в течение недели, оно растянется на месяц. А через месяц это будет другой план, через месяц это будет другой диагноз. И это такое отсрочивание планового лечения. Безусловно, это диагностический минимум. Но ввиду оснащения клиники кардиомониторами, возможностью оценки электрокардиографии в режиме реального времени, если что-то идет не так, это все можно спокойно оценить в условиях операционной. То есть, родителям сказано, ребенок будет под наблюдением, мониторинг адекватный есть, и никто не будет доводить ситуацию до предела, когда будут какие-то осложнения более вероятны. Но давайте мы не будем без нужды проходить тот диагностический минимум, тот диагностический максимум, который требуют либо другие клиники, либо более травматичные вмешательства. Мы, еще раз говорю, мы исходно работаем со здоровыми детьми без сопутствующей патологии. Это большая часть наших пациентов. Безусловно, если есть какие-то предпосылки, если есть какая-то сопутствующая патология, безусловно, консультация смежных специалистов, безусловно, в том числе и общение с этими специалистами, дети с особенностями, дети с расстройствами аутического спектра, сейчас их очень много, и это очень актуальный вопрос, и психоневрологи, неврологи, психиатры, им очень нравится, когда анестезиолог или родители предполагают связаться с непосредственно два специалиста, чтобы родители не были тем передаточным пунктом, чтобы выяснить, какие препараты будут вводиться, будет, не будет откат какой-то, может быть, там. То есть, более скомпрометированные дети, да, им более... как сказать, правильно, ко всем особое внимание, но к детям скомпрометированием особое-особое внимание, причем со всех сторон, оказывается. Так что, по поводу коагулограммы, МНО, тут диагностики, опять же, вопрос по анализам, это отдельная тема, я просто недавно узнал, сколько стоит сделать все анализы на... Сколько? Ну, с учетом витамина D, который мы не просим, 5600, то есть прийти, отдать 5600 за вот этот вот список, плюс кардиограмму, плюс терапевт, ну, наверное, в районе 7000, это только подготовка, не каждый родитель готов отдать 7000 за лабораторную подготовку. и основной момент в этот, то есть основная фраза, которая успокаивает и не позволяет пациенту уйти, в этот момент, это такая банальная, да, вы относитесь к этому, как к техническому осмотру вашего ребенка, как бы это грубо ни звучало. У вас нет понимания о здоровье своего ребенка, и стоматологический прием и лечении в условиях общей анестезии, это просто тот чекпоинт, который вы проходите, для того, чтобы оценить вообще здоровье своего ребенка. Очень много пациентов с анемиеми, очень много пациентов, которые мы находим, это случайные находки наши, и мы их консультируем, для того, чтобы в дальнейшем отправить к какому-нибудь специалисту, потому что не всегда поликлиники, и не всегда родители даже понимают, что у них ребенок может иметь какие-то заболевания. И вопрос еще, что анализы должны быть в течение двух недель, то есть они должны быть свежие, а дети любят как раз перед наркозом болеть, кашлять и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь тоже этот момент, если заранее оговаривайте, потому что вот эти суммы, они могут повторяться у родителей, если эти анализы уже становятся недействительными. Что касается Владимира, еще хотела спросить детей, которые начинают у нас болеть перед наркозами. Мы берем их? По поводу, что значит болеть перед наркозами? Ну, вопрос в том, что вот они готовились, готовились, и они звонят нам накануне, говорят, Владимир Владимирович, у нас сопли, вот это вот самая частая история. Тут тоже нужно понимать, что за сопли у ребенка. Если все было хорошо, все анализы адекватные, вот ребенок начал сопливить, в городе Санкт-Петербурге 95% детей сопливают круглый год. Связано это с особенностями климата, с особенностями нозологических форм, которые здесь фигурируют на территории Северо-Запада. Это аллергики, это дуноиды, это все, что угодно. Кондиционеры сегодня, половина детей, которая пришла в поликлинику по жаре, посидела под кондиционером, сдала анализы, все хорошо, через два дня у них потекли сопли. Все абсолютно индивидуально. Если нет клинических изменений в анализах, если нет предпосылок того, что данное состояние является болезнью, нет изменений в состоянии ребенка, у нас все хорошо, только сопли. Отказывать таким пациентам не очень правильно. Опять же, они сдали анализы, анализы, они потратили кучу нервов, потому что функция вены и забор анализа полтора года, это отдельная история. Они потратили деньги, и доктор-анестезиолог говорит, вы знаете, я, конечно, могу, но не буду. Это, наверное, та ситуация, которая скорее оттолкнет родителей, оттолкнет родителей и пациентов от лечения во сне и от стоматологического лечения в данной клинике в принципе. То есть, мы стараемся идти навстречу, но, опять же, без фанатизма. Если ребенок приехал с соплями до колен зеленого цвета и увеличенными лимфоузлами и при осмотре, анестезиолог говорит, нет, ребята, нет, сразу отправляется к педиатру и уже они там спокойно разбираются. Но отказы, да, отказы есть. Процент небольшой и связан действительно с даже родителей. В большинстве случаев именно родители говорят, знаете, мы не будем лечиться, нам страшно. Страшно? Анестезиолог не уговаривает. Ни один анестезиолог никого не уговаривает на наркоз по причине того, что в случае каких-то нежелательных эффектов жить с тем, что ты уговорил человека остаться инвалидом или умереть, ну, такое себе приключение. Вот. Так что вот схема, которую мы сейчас вот так вот отрабатываем, да, это что нужно, как нужно, выбор метода лечения и здесь не то, чтобы не хватает, здесь еще где-то должен быть родитель вот в этой схеме, причем даже непонятно на каком уровне. При выборе метода лечения или показания метода лечения во сне, потому что парадоксальная ситуация, самому ребенку лечиться во сне не нужно, ему в принципе лечиться не нужно, в год он не понимает или в полтора, или в два, или в три, а в пять он точно не настроен на лечение, он достаточно эмоционально реагирует на происходящее вокруг него чаще всего. Вот. Поэтому ситуация заключается в том, что нам нужно замотивировать и объяснить лечение третьего лица, то есть ребенка, родителю. У родителей ничего не болит, у родителей, и родителей не нужно ставить коронки во сне, родители не нужно проводить лечение эндодентическое. все проблемы у ребенка. И вот здесь вот еще одна схема, это мотивация родителя на лечение. Ну, это опять же, это вот такая вот глубокая тема с объяснениями, объяснениями у нас. Максим Юрьевич это как-то должен был и точно освещал, почему нужно лечиться и как нужно замотивировать на лечение. Сам по себе доктор-стоматолог, он еще раз определяет показания к лечению во сне, и вы должны до своего анестезиолога донести информацию, сколько вам нужно времени, какая работа будет у вас травматичная, нетравматичная. Владимир Владимирович всегда меня спрашивает, будут ли коронки, будут ли удаления, это чтобы понимать вот эти вот моменты. И вопрос с антибиотиками, если у нас, например, есть какое-то локальное воспаление, мы понимаем, что мы будем назначать антибиотики нашему пациенту, об этом мы тоже всегда анестезиологу сообщаем, и вы первую. Да, первая доза предоперационная антибиотика-профилактика в значимых дозировках для того, чтобы еще до того, как очаг инфекции будет скрыт, чтобы уже адекватная концентрация препарата была в организме. так что вот в плане командной работы здесь четко нужно понимать. Так, ну, теперь будет конкретно моя тема, очень быстро я по ней пройдусь, по поводу фармакологии и выбора метода анестезии. Копий сломано нереальное количество сторонников и одного и другого метода очень много, это обусловлено как исторически сложившимися моментами, так и новыми верениями и в свое время дефицитом как технических вопросов, да, наркозно-дыхательных аппаратов и испарителей к ним, так и фармакологических. того или другого препарата в некоторых периодах просто не было. По поводу премедикации, первое, премедицировать детей, безусловно, ситуация правильная, идея хорошая и все бы ничего, но в нашей стране большинство препаратов для премедикации относятся к группе А и должны особенно храниться, что не очень удобно не для руководителей клиники, это получение лицензии на хранение сильнодействующих препаратов не для собственно анестезиолога, потому что и для старших сестер это все ответственность, это журналы учета, это постановка на охрану со всеми вытекающими отсюда моментами. С точки зрения работы анестезиолога премедикация для ребенка очень хороша на большие травматичные серьезные вмешательства. Задача амбулаторного анестезиолога, то есть анестезиолога в стоматологической клинике очень быстро заснуть, очень быстро проснуться, освободить место. Да, спи быстрее, твоя подушка нужна другому. Премедикация, она удлиняет процесс пробуждения, то есть адекватную премедикацию, при которой пациент и ребенок вносится в операционную практически в бесчувственном виде. Она удлиняет процесс пробуждения и соответственно необходимость динамического наблюдения в посленеркозном периоде, а это ситуация, когда занята палата, отнимается время у анестезистки, анестезиолог заходит по 10 тысяч раз, это попытка объяснить родителям, почему он спит. Вы же сказали, мы закончим лечение, он проснется. Ты опять же находишься в ситуации, когда ты пытаешься объяснить, что ваш ребенок спит под действием препарата. И вам здесь нужно находиться четыре часа, а как у нас, нам на дачу надо ехать. Вы что, не-не-не-не-не, давайте-ка нам будете. Вот. Если мы говорим про большие травматичные операции, безусловно, чем дольше ребенок находится в бессознательном состоянии под контролем медицинского персонала, тем лучше. Если мы говорим про вопросы стоматологические, непродолжительных вмешательств, то здесь очень спорный вопрос, который лично для меня решен в пользу отсутствия медикации. Да, у нас ее нет. Есть возможность проведения ее у детей постарше, да, если ребенок один или пациент один, это препараты альфагонисты, что-то вроде клофелина, ну так, вдаваясь в подробности, тоже отдельная тема, анксиолитик, просто становится никак. Но крайне редко ввиду возможности быстрой индукции. И спромедикация, так вот мы закрыли вопрос, у нас или нет, не рекомендуем больше проблем, чем пользы, вот, конкретно в стоматологическом приеме. В работе с маленькими. Да, в работе с детьми. Так, по поводу техники выполнения. Внутривенная и... по поводу внутривенной анестезии. Договориться с ребенком лет до 8 на укол в вену для того, чтобы заснуть, ну, очень такая себе история. Это крики, оры и отказ анестезистки или анестезиолога от работы с ребенком, потому что после третьего, четвертого, на третьей, четвертой попытки пункции устают все, в том числе в соседних кабинетах, потому что открытые, да, потому что крики, оры, это не наш профиль, боятся все, это не то, что нужно. Безусловно, комбинация внутривенных препаратов с ингаляционными анестетиками, она имеет место быть, и это оптимальный вариант, опять же, для стоматологического профиля, для амбулатории. Поэтому вопросы с внутривенной анестезией это для детей постарше или вообще взрослых пациентов, для того, чтобы очень быстро, очень легко, мягко заснуть. А вот частый вопрос у наших родителей, почему нельзя только севараном? Вот они любят про это спрашивать. Севаран, сам по себе препарат замечательный, здесь, наверное, дальше будет небольшая схемка, передачи будет. Там маленькая схемка по физиологии. Так вот, сам по себе севаран работает исключительно на круглого мозга. Сейчас, я верну. Сейчас, сейчас, вот. Вот, выше чуть-чуть, в зоне перцепции. И как только концентрация препарата снижается, как только концентрация препарата снижается в организме ребенка, все вот эти вот механизмы, да, это трансдукция, трансмиссия, это передача и преобразование сигналов, о том, что в организме что-то пройдет не так, оно с ударной силой бьет в тару, да, для реализации защитных функций. Ребенок начинает выть, кричать, ругаться. И вместо благостно спящего ребенка мы получаем существо, которое невозможно остановить, которое мечется по кровати, пытаясь, да, и просто орет, пытаясь вообще понять, что происходит. И родители начинают бледнеть, ты начинаешь выглядеть еще хуже, потому что сказать, ну я же говорил, уже, уже как бы поздно, а для того, чтобы этот период как-то проспать ребенку, было бы неплохо на выходе из анестезии дополнительно ввести тот же самый депривант, пропопол, препарат, который позволяет потихонечку снизить концентрацию ингаляционного анестетика в организме, не вызывая ажитации, и более физиологично проснуться через какой-то там, через 10-15 минут, но проспав вот этот вот момент, когда импульсы от поврежденных тканей начинают бить голову. Я могу сказать точно, что наши дети просыпаются очень спокойно и очень быстро. Вот сегодня мы немножко задержали наркоз и уже буквально через сколько малыш проснулся? После окончания лечения, через 10 минут, он уже ползал по кровати. И уже мама давала ему грудь. Ну вот это, конечно, не очень правильная ситуация, но с этим делать нечего. Объяснять родителям что-то в условиях, когда они плачут еще на подходе к клинике, это очень тяжело. Да, вы всегда работаете с очень эмоциональными родителями, которые просто на грани нервного срыва иногда находятся. Вы должны этим людям еще объяснить сущность лечения, которое вы проводите. Это наши операционные, у нас всегда стоматолог-анестезиолог, сестра-анестезистка и два ассистента стоматолога. Один, который сидит непосредственно около тебя, и второй, который помогает, подает, так сказать, чистый грязный. Для того, чтобы работа шла быстрее, мы могли за минимальное количество времени выполнить максимальное количество лечения. вот еще такой момент, который мы хотели бы вам рассказать, это местная анестезия в условиях общего обезболивания. Владимир, зачем она все-таки нужна? Почему всегда да? Однозначно да, и объяснять родителям нужно, и самим понять нужно, что если ребенок спит, это не значит, что он ничего не чувствует. все наши задачи, все наши корпорации только для того, чтобы системно действующие, для того, чтобы ребенок спал. Нет задачи используя ингаляционную анестетику обезболить. Нет задачи, кромбофол сам по себе не решает задачу обезболивания. Это исключительно гипнотики. Местная анестезия, действуя вот в этом сегменте, вот в этом участке, использование местного анестетика, позволяет, не позволяет импульсации от зоны оперативного лечения пройти в спинный мозг, соответственно, подняться дальше и преобразоваться в эмоциональную реакцию на раздражитель. Поэтому, безусловно, использование общей анестезии снижает потребность в использовании местных анестетиков. Однозначно. Ввиду отсутствия эмоционального фона от пациента, ввиду отсутствия первичной какой-то эмоциональной травмы. Но понимание чаще всего не чаще всего, чаще всего у родителей, иногда у врачей-стоматологов, нет, а для чего мы обезболиваем, если человек все равно спит? именно для того, чтобы в послеоперационном периоде у нас не было истерик, криков, коров, чтобы ребенок уходил из послеоперационной палаты с улыбкой, ну, или с максимум с непониманием того, почему у него замерзшее лицо. И, соответственно, когда выдается план лечения родителям, да, и они видят местную анестезию, чтобы доктор-стоматолог мог объяснить, уважаемые родители, это делается для того, чтобы уменьшить вообще стресс общеоперационный и уменьшить стресс для ребенка и уменьшить стресс для вас. Да, меньше нужно, но нужно, однозначно нужно обезболивать местными анестезиями. Ингаляционный анестезий Сива-Ран, Сива-Флю-Ран не сенсибилизирует миокард к эндогенным катехоламинам. Для людей, которые в этом плохо разбираются, в посылке, для всех наших родителей и для наших коллег, не связанных с этим, перевожу на простой, понятный язык. Можно использовать препараты, содержащие адреналин, в отличие от фторотана, где это было запрещено. Комбинированные препараты бестезина с адреналином можно использовать на фоне ингаляционных анаститиков нового поколения. Чтобы вы понимали, это безопасно. Но только в меньшем количестве. Да, в любом количестве. Главное, что с точки зрения местных анастетиков их нужно меньше для адекватного обезболивания. И при наличии диванта, такого как адреналин в местном анастетике, это безопасно при использовании всего флю-Рана. Это вот то, что нужно понимать. Когда вам начинают рассказывать о том, что нельзя использовать ингаляционный анастетик и адреналин, содержащий препарат, это все было про фторотан. Сейчас такой ситуации не возникает. Современные препараты, современные возможности. Единственное, предупреждаете еще родителей о том, что вот это действие местного анастетика, оно может быть более пролонгированное и длительно может быть замороженная губа даже до несколько... Вот самый такой случай у нас был, что в течение суток, по-моему, оставалась губа замороженного ребенка. Двое суток. Даже двое суток. Это было связано в том числе с применением дексаметазона как антиеметика, как противоработный препарат сразу после индукции. Сами по себе глюкокортикоиды они являются адювантами местных анастетиков, что позволяет продлить их работу на местных анастетиков. И в сочетании, когда работают анестезиолог со стоматологом, многие вещи стоматолог просто не понимает, потому что с этим никогда не сталкивался. Вот. И в панике звонят потом своему анестезиологу а что вообще происходит, почему вот так у нас представляет или стоматолог спрашивает, что вы будете делать, а стоматолог потом, а почему у нас так получилось раньше такого не было. Раньше и родных козов не было, и работы такой не было. Вот. Поэтому могут быть разные ситуации. Главное держать всех в курсе, понимать, куда позвонить и у кого можно спросить. Мы всегда на связи с пациентами. Отсутствие коммуникации это основная проблема. Мы на связи с пациентами, мы на связи между собой. Любой вопрос можно решить, и это опять же тот плюс, который есть у нас в клинике. Я являюсь основным сотрудником здесь, я не являюсь приходящим анестезиологом, как и бывают моменты в некоторых других клиниках. соответственно, зона ответственности она как-то более очерчена я как специалистом. После лечения во сне мы всегда даем родителям определенные рекомендации. Мы назначаем им НПВС в первый день обязательно, дальше по необходимости. Если ребенок жалуется, была проведена большая работа, много коронок поставлено, то, конечно, они могут и до 3 дней норафен принимать. Я очень много говорю о гигиене, потому что иногда десна будет заживать вокруг коронок, на ней будет пленка образовываться белого цвета, что нормально для слизистой ее процесс заживления. Но иногда родители пугаются, говорят, что там на десне гной или что-то такое. Поэтому заранее обо всем этом скажите, объясните, чтобы потом не было таких вот каких-то ненужных истерик у мамы, что это такое на десне. И если, например, вы ставите 4 коронки во фронте, ребенок маленький, все равно будет этап заживления десны достаточно, ну не то, что длительный, но он не пройдет незамеченный, потому что десна будет немного воспалена, она будет кровоточить, потом это все покроется фибрином. И заранее эти моменты обговорите, обговорите, как нужно проводить гигиену, что она обязательно должна проводиться, потому что если гигиена не будет проводиться, будет еще больше налета, это как порочный круг, микробы будут вызывать повторное воспаление. То есть несмотря на то, что ребенку больно, неприятно, он не хочет, чтобы вы эту десну трогали, вы должны объяснить, что это нужно делать. Что касается антибиотиков, если мы их назначаем, то обязательно все эти схемы вы даете родителям с собой, в какой дозировке, сколько, какой антибиотик, и первую дозу, как мы уже сказали, вводим во время самой процедуры. Через 3 месяца, если все хорошо, обычно мы этих детей отсматриваем после наркоза, ну и дальше уже стараемся адаптировать для лечения в кресле, если это возможно. Если это малыш в год, то, конечно, его адаптировать еще рано. Ну и здесь по поводу адаптации маленького уточнения. Часто родители задают вопрос, если лечение было в условиях общей анестезии в операционной, неужели все дальше будет только через сон, только через маску, только через операционную, нет. Основная проблема решена, через 3-5 месяцев детки приходят, они, в общем-то, сильно не боятся и большинство пациентов спокойно, самостоятельно уже садятся в кресло и не боятся для проведения ничего, для проведения профосмотров. Вот. И подключение анестезиолога, ну, за полтора года не было ни одного случая, чтобы после наркоза дети любого возраста как-то негативно относились к профосмотрам через 3-5 месяцев. Нет. Это разовая акция, чаще всего. Если не будете выполнять гигиенические требования доктора-стоматолога, безусловно, мы еще раз встретимся. Но так, как бы, не могу вспомнить такого случая, при котором наркозы повторялись только для того, чтобы что-то потом посмотреть. Опять же, если мы не говорим о детях специфических. Ну вот, пример, да, объемного лечения ребенку 3, вроде бы ребенок достаточно контактный, но в силу того, что это большой объем, это пульпиты, это кариес, это постановка коронок на центральные зубы, конечно, здесь такое лечение было проведено в условиях общего обезболивания. Ксюша приходила к нам уже через год, вот есть картинка, фотография через год, сейчас она уже совершенно спокойно села в кресло, мы смогли сделать осмотр, фотографии, гигиену, и я думаю, что если даже и будут появляться какие-то маленькие нюансы и проблемки, мы совершенно спокойно сможем их решать в рамках лечения в кабинете. То есть, еще раз повторю, это была однократная акция лечения во сне, потому что это был большой объем, маленький возраст и достаточно сложные манипуляции. Может, другой цвет. Зато сейчас Ксюша ходит зубами и улыбается. Вот, таких детей у нас достаточно много, дети приезжают со всей России, мы даже хотим повесить карту с Владимиром и отмечать там. А, да, вот нам просто тут показывают, что надо заканчивать, и мы будем сейчас заканчивать. Мы вас приглашаем к себе на семинар на 1 августа, безусловно. Кнопка справа, кнопка справа. Справа кнопка. Внизу. Внизу есть кнопка. А справа от нас или от вас? Внизу есть кнопка для того, чтобы вы могли перейти и всю информацию по семинару узнать. Мы будем надеяться, что... Да, мы не будем, мы уже надеемся, что вы к нам придете, что мы вам расскажем много-много интересного. Мы попробуем уговорить нашу операционную сестру, чтобы вы зашли к нам в операционную и посмотрели, как там все устроено, как-то потрогали. Может быть, мы даже снимем видео, как мы засыпаем с детками и почему лучше засыпать на фоне ингаляционных анестетиков, чем внутривенных. Станет понятно просто после того, как вы это все увидите. Так что милости просим.